здравствуйте на канале it on tv программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи пресс-секретарь полиции израиля майор михаил зингерман здравствуйте михаил здравствуйте добрый день появилось сообщение что задержаны некий хакер который росла разослал свыше тысячи сообщений израильтянам лживых сообщений под видом почты израиля вымогая таким образом деньги многие обратили внимание на сообщения потому что действительно это стало просто каким-то роком за последнее время ну я не знаю наверное каждый десятый получил такие сообщения с предложением оплатить налог за посылку которую он даже не заказывал как на него вышли как сумели его задержать да действительно это работа подразделения кибер подразделения борьба борьбы с киберпреступностью управление на 433 это следственно-оперативное управление главное все полиции израиля вышли на подозреваемого в результате очень кропотливой скрытой работы то есть речь идет о так называемых фишинговых сообщениях которые этот человек а мы можем уже сказать что речь идет об израильтянине который проживает на палестинских территориях то есть палестинская деревня он и там и был арестован что он делал он посылал смс-сообщения под видом и израильской почты и там и указывалась ссылка на которую нужно было перейти для того чтобы оплатить определенный налог таможни то есть речь шла о том что вы должны получить посылку но для того чтобы эту посылку получили вы должны оплатить определенный налог таможенный налог таможенный сбор причем давалась эта ссылка и предлагалось перейти по этой ссылке когда человек а к сожалению было довольно много таких людей которые переходили на эту ссылку когда человек переходил на эту ссылку он получал и сообщение о том что должен оплатить 300 шекелей практически это 300 шекелей это практически 100 долларов причем указать свои личные данные указать номер кредитной карточки и перевести эти деньги таким образом этот подозреваемый он положил себе в карман несколько десятков тысяч шекелей от людей которые к сожалению попались на этот фишинг на эти сообщения причем деньги он моментально сразу же переводил так называемый дигитальный кошелек то есть виртуальные деньги для того чтобы заместить следы и так и продолжал принципе действовать естественно конечно нужно было провести очень серьезную профессиональную кропотливую работу она была проведена совместно с я вам скажу с на и организациями и правоохранительными органами за границей которые находятся за границей и естественно с помощью и кредитных компаний потому что этот человек он как бы понимаете эти сообщения посылаются то есть израильтяне могли находиться и за границей и так далее то есть это все нужно было собрать обобщить и в конечном итоге подразделение кибер подразделение лав 433 ребята смотри смотри смогли выйти выйти на этого подозреваемого опять же повторюсь это жители палестинских территорий у него есть израильское гражданство он был арестован был проведен обыск и в том месте где он находился там были найдены определенные дигитальные предметы и компьютеры и так далее которые указывают на причастность его к совершению этим преступления этих преступлений и ему был продлен арест и следствие продолжается и здесь конечно я уже об этом очень часто говорю и повторяюсь что очень важно чтобы граждане обращали внимание обращали внимание и не попадались на такие уловки на такой фишинг потому что вы понимаете когда приходят такие сообщения и сразу же просьба перейти на ссылку по которой нужно оплатить деньги кредитная карточка и так далее неизвестно от кого почему и ты зачем конечно это сразу должно зажигать красную лампочку к сожалению было очень много людей которые попались попались на это и предупреждаем и чтобы этого конечно не делать если вызывают вызывают у вас какие-то малейшие сомнения нужно позвонить свою кредитную компанию нужно обратиться в свой банк и затем только осуществлять какие-то действия действия которые являются действиями официального порядка они действия которые совершаются после получения определенного сообщения причем вы знаете были люди которые они слухом даже не знали о том что должны получить какую-то посылку и так далее просто не обращали на это внимание переходили по ссылке оплачивали деньги и таким образом эти деньги уходили к этому преступнику подозреваемые сейчас он обезврежен и находится за решеткой тут надо еще отметить что почта израиля когда все это началось неоднократно сообщала что она сама таких сообщений не рассылает что она не взимает деньги налоговые поступления это вообще не вне ее сферы и чтобы не к никоим образом не отвечали на такие сообщения но тем не менее все равно находились люди которые платили да вы понимаете израильская почта и полиция естественно мы постоянно предупреждали и говорили об этом но вы понимаете сколько не предупреждай а все равно к сожалению находятся люди которые попадаются на уловки мошенников ну к нашей радости и удовлетворению сейчас он обезврежен и находится за решеткой а вот скажите пожалуйста раз уж мы затронули такую тему в последнее время просто очень много случаев так называемого телефонного мошенничества обычно схема выглядит так раздается звонок говорят что это из кредит и службы безопасности кредитной компании что по вашему с вашего счета или по вашей карточке есть подозрительный съем денег нам нужно подтвердить это сообщить о свои данные ну и дальше все понятно человек обычно испуганный называет данные своей кредитной карточки другие свои данные что приводит к тому что с ней с него действительно снимают деньги считается что все эти мошенники действуют не из израиля из-за границы вы можете поделиться какой-то информацией о том что делать в этой ситуации но проще всего понятно бросить трубку а если все таки человек дал данные ну во первых конечно ни в коем случае нельзя давать данные это знают люди информированные люди не только в израиле принципе по всей стране по все по всему миру поэтому этого конечно делать нельзя вам скажу что даже мне звонили и мне звонили мне произошел такой звонок вы знаете однозначно это люди которые не владеют ивритом то есть люди которые звонят русскоязычным жителям израиля по всей вероятности звонки раздаются из стран бывшего советского союза это однозначно потому что когда начинается малейшая проверка или человек разговаривает на иврите что-то начинаешь с ним разговаривать на иврите он сразу заминается и сразу не знает что сказать и и всего принципе становится понятно поэтому конечно нужно в этом плане самое главное быть внимательным быть осторожен не попадаться на уловки таких преступников к сожалению было несколько случаев когда люди попадались они были есть и будут единичные случаи сейчас на данный момент потому что мы очень серьезную работу ведем и предупреждаем и кредитные компании ни в коем случае вообще по телефону никому не давать ни своих личных данных не эти более данных еще и кредитных карточек потому что это чревато очень серьезными опасностями да потом исправить все это очень сложно михаил еще одно дело я попрошу вас прокомментировать это дело которое называется о просроченных лекарствах появилось сообщение что задержана группа фармацетов и вроде бы даже врач какой-то вместе с ними задержан ну так это или нет вы сейчас расскажите за то что они занимались поставками просроченных лекарств причем для онкобольных что это за дело да это речь идет о преступной группировке как вы действительно правильно заметили самое главное как бы личности в этой группировке это три фармацевта жители севера страны и я могу вам сказать о том что это жители арабских населенных пунктов на севере страны такие как шфарам и ким и маджер крум и два фармацевта которые работали работают работали сейчас уже на данный момент больница рамбом в хайфе и один фармацевт который владел владелец частной аптеки на севере страны действительно эта группировка занималась тем что поставляла поставляла в больницу рамбом и поддельные поддельные лекарства для онкобольных и лекарства которые являются просроченными то есть они подделывали подделывали эту просрочку то есть лекарства которые принципе уже должны были выйти полностью из оборота это действительно очень серьезно очень серьезное правонарушение вам скажу что индикация была получена еще несколько дней назад от министерства здравоохранения том что по всей вероятности действует какая-то определенная группировка которая занимается этим и следствие началось два года назад совместное следствие здесь израильской полиции и министерство здравоохранения и налоговой налоговой службы и в конечном итоге в результате скрытого следствия которая длилась очень долго вы знаете я уже много раз говорил о том что намного легче выйти на подозреваемых в убийстве раскрыть дела по убийству чем выйти на таких умных и хитрых мошенников которые действуют очень умно и действует конечно очень хитро и в конечном итоге подразделению по борьбе с экономическими преступлениями и мошенничеством прибрежного округа полиции израиля удалось выйти на этих подозреваемых которые занимались именно распространением и подделкой этих лекарств и причем самое страшное что это подделивали подделывали стекарства для онкобольных онкобольных которые проходили и химиотерапию и другие другие вещи медицинские другие обслуживания в больнице рамбом я могу сказать о том что один из членов этой группировки это владелец аптеки и когда были произведены аресты а следствие я вам скажу велось под судебным запретом до настоящего до настоящего момента то есть никаких данных нельзя было разглашать сейчас мы уже можем это делать то этот владелец аптеки также занимался поставкой лекарств которые являются просроченными являются поддельными через членов этой группировки фармацевтов которые работают которые работали в больнице рамбом и по всей вероятности сейчас мы ведем очень серьезную работу узнать действительно какой оборот и оборот денег о каком количестве денег идет речь и по всей вероятности речь идет о миллионах миллионов шекелей и обороты конечно очень серьезные во время обыска у владельца этой аптеки частной аптеки были найдены очень серьезные вещественные доказательства и печати определенные определенные другие средства которые указывают на то что он причастен к этим преступлениям им продлен сегодня утром и арест мировом суде аква и следствие продолжается по всей вероятности я могу вам сказать что будут еще дополнительные задержания аресты следствие очень непростое нужно выйти на всю полностью на всю цепочку которая занималась этим преступлением михаил скажите пожалуйста я понимаю что рано забегать еще только следствие началось по сути дело им будет предъявлено обвинение в области экономических преступлений или же по сути дела создание угрозы для жизни ведь если они подавали просроченные лекарства которые не действовали то они ставили под угрозу жизни больных людей ну вы знаете во первых поэтому следствие ведется вместе с министерством здравоохранения с налоговой службой на данный момент и микки инкриминируется мошенничество в очень крупных размерах это экономическое преступление затем и микки инкриминируется нарушение нарушения при задействовании и работы фармацевтических учреждений подделка и фальсификация документов и лекарств это конечно очень серьезные виды правонарушений и как я уже сказал следствие продолжается я думаю что рано еще говорить о том чем это все закончится естественно и обвинительные заключения мы очень надеемся довольно ближайшее время и затем суд и действительно затем уже четко однозначно будем знать какие виды преступлений были инкриминированы и по каким видам преступления они будут получать и мы надеемся что будет получен здесь приговор это закончится действительно приговором суда потому что речь идет об очень опасных очень опасных преступлениях и действительно здесь полиция провела очень серьезную профессиональную кропотливую и эффективную работу михаил спасибо за это за эти рассказы всего вам доброго спасибо на этом все напомню что с нами на связи был майор полиции михаил зингерман до свидания